Доброе утро, дорогие друзья! Оно в действительности доброе, хотя немножко пасмурное. И хотел бы поздравить вас с тем, что вы опять на канале Одна Австралия, опять с Александром Петровым. Не самый худший и не самый скучный, наверное, блогер. Хочу показать последние новости с моего двора, с моего хозяйства. Это и есть та самая маленькая родина, которую мы так усиленно создаем у себя дома. И, пожалуйста, посмотрите, чем успокоилась душа Рамзеса, по крайней мере, на некоторое время. До того момента, как через 15 минут увезет его поезд. Вот, пожалуйста, огород, который вы только что видели сзади. Ну, вот смотрите, какие заросли сельдерей. Это далеко не здесь сельдерей, которые есть. И, соответственно, скоро пойдут семена. Вот это вот чесночок, который идет на маленькую луковичку. Перчики горькие. Соответственно, вот эти бескрайние ряды клубники. А это, пожалуйста, картофель. Очень приятно, что картофель просто буйно растет. Опять-таки, вы видите вот эти вот пластиковые молочные бутылки. Они для того, чтобы отпугивать птицу. Потому что при легчайшем ветерке они шумят, птицы боятся. Вот, посмотрите на капусту. К сожалению, капусту повреждают насекомые. Но при этом много остается. Есть такое место, где капуста достаточно много. Она не поврежденная вдоль забора. Не знаю почему, но вот так вот. Вот помидоры. С помидорами проблема. Потому что вот эти вот классные помидоры. Это рома. Есть и другие помидоры. А вот, их повреждает фруктовая муха. Как с ней бороться? Ну, тяжело с ней бороться. Биологические методы почему-то, то есть паразиты на насекомых, не используют Австралию. Почему не знаю. Надо накрывать сеткой. Вот это укроп тоже под семя, потому что его уже много. Вот это вот начинает расти свекла. Вот это вот. Даже не помню, что это такое. Это крыжовник. То есть люди должны знать, что здесь крыжовник тоже растет. Гузбери называется. А вот. Вот это вот тмин. И смотрите, какие хорошие сейчас кусты. Просто огромные, великанские кусты. Баклажан. Вот это остальные наши растения. Вот наши красавицы. Курочки. Вот эта беленькая курочка уже несется. Сегодня, наверное, четвертое яичко будет. Соответственно, остальные еще молодые. Но вот та вот рябенькая, вот эта вот, готовится со дня на день. Вот это вот у нас свекла. До достаточно больших размеров вырастает. Вот это уже показывал вам бак. Для воды она с крыши идет. Камера. Привет. Вот. Вот это интересно. Банан. Можете видеть. Вот у нас бананчик. И ребята у нас, украинцы, работали на бананах. Они, наверное, знают, как это все выглядит. Достаточно много бананов. Вот это вот каланхоя. Очень полезная вещь. Тоже выращиваем. Вот это вот очень полезная расторопша. Красивый, но очень колючий цветок. Он очень полезен для тех, у кого, ну, надо подлечить печень. И вообще хорошо помогает даже здоровой печени. Ну, это алоэ вера. Тут вопросов нет. Все понятно. Это смородина. Смородина у нас в основном идет на лист, потому что, ну, ягоды, ягоды. Лист очень хороший для чая. Вот это вот капуста, которую мы используем для кормления кур. Вот это вот капуста, которая пойдет на основной корм. То есть уже финанс пищу. И вот огурцы. Сейчас попробуем где-то найти огурчик. Мы только что собрали. Но, может быть, где-то будет счастье. Увидим какого-то товарища, который... Ну, вот, пожалуйста, вы можете видеть огурчик. Вот это вот огурчики, плоды страсти. Плоды страсти. Вот это вот дыни и арбузы. Вы можете видеть, вот дыньки. Очень вкусные дыни. Вон их тоже много. Как бы... Вот это уже... Арбузы растут. Можете видеть. Вот перспектива, как бы. Вот ряды кукурузы. Вот она, какая большая кукуруза. И вот общий весь. Вот тоже кукуруза благоговора. Ее очень много. Вкратце все. Те ребята, которые, наверное, интересуются строительством, должны видеть вот эту вот красоту. То есть сделали навесик. Сделали вот эти вот ворота. И, соответственно, вы можете видеть, как здесь устроены решетки, взвижные ворота. Вот что ящичек сам вставлял. Красава! Вот это и есть маленькая родина Рамзеса. Почему? Мне лично, оборудовательному агенту Александру Петрову, просто человеку очень приятно жить в Австралии. Когда у вас это будет, то и вам будет в ней приятно. Жить, ребята, если нравится это все, пожалуйста, ставьте лайки свои. Мне нравится, дизлайки, не знаю, что тут может не нравиться. Ставьте комментарии, спрашивайте советы, делитесь своими советами. Я вам, кстати, забыл еще сказать, что благодаря Николаю Занчарову у меня завелся рой пчел. И я думаю, что у нас будет один-два улья. Так что с опылением проблем нет, как и нет проблем с медом. Большое спасибо! Оставайтесь с нами с каналом Одна Австралия и до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok